ИНОДЖИ инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения MRC-KESHARPAMP, DOHME, B. В Нидерланды КОТЭТИКС, C10B02, активное вещество, симвастатин, лекарственная форма ИНОДЖИ, форма выпуска, упаковка и состав препарата ИНОДЖИ. Таблетки от белого до почти белого цвета, капсуловидные формы, двояко выпуклые, с гравировкой 311. 1 ТАП, изотимид 10 мг, симвастатин 10 мг, вспомогательные вещества, лактоза, моногидрат, целлюлоза, микрокристаллическая. Гипромиолоза 2910, 6 СПС, краскармелоза, натрия, лимонной кислоты, моногидрат, бутилгидроксионизол, пропилгалат, магнестерат. 7 штат блистеры 1, пачки картонные. 10 ШТ, блистеры 1, пачки картонные. 14 штат блистеры 1, пачки картонные. 100 ШТ, флаконы из полиэтилена высокой плотности 1, пачки картонные. Клиника фармакологическая группа. Гиполепидемический препарат фармакотерапевтическая группа. Гиполепидемическое комбинированное средство. ГМГК редуктаза ингибитор плюс холестерина абсорбция ингибитор. Фармакологическое действие. Комбинированное гиполепидемическое средство, которое снижает абсорбцию холестерина и родственных растительных стеролов в кишечнике. А также подавляет эндогенный синтез холестерина. Изотимиб механизм действия изотимиба отличается от других классов гиполепидемических средств, например, статинов, секвестрантов, желчных кислот и фибратов. Изотимиб при поступлении в тонкий кишечник замедляет всасывание холестерина, что приводит к уменьшению поступления холестерина из кишечника в речень. После вторых недельного применения изотимиб снижает абсорбцию холестерина в кишечнике на 54% по сравнению с плацебо. Ряд доклинических исследований изотимиба подтверждает его селективность в снижении абсорбции холестерина. Изотимиб замедляет абсорбцию 14% с холестерина и никак не действует на абсорбцию ТГ, жирных кислот, желчных кислот, прогестерона, и тенилострадиола или жирорастворимых витаминов А и Д. Симвастатин после приема внутрь в виде неактивного лактона, симвастатин подвергается гидролизу и с образованием соответствующего R-гидроксикислотного производного, обладающего высокой ингибирующей активностью в отношении ГМГК-аридоктазы. Этот фермент запускает начальную и наиболее значимую стадию биосинтеза холестерина к конверсию ГМГК-армиволонат. Симвастатин снижает как повышенные, так и нормальные уровни ЕЛПНП. ЕЛПНП образуется из ЕЛПНП и подвергается расщеплению преимущественно с помощью высокофинного ЕЛПНП-рецептора. Снижение ЕЛПНП после приема семвастатина приводит к уменьшению содержания ЕЛПНП и активации ЕЛПНП-рецепторов, что приводит к уменьшению образованию и усилению катаболизма ЕЛПНП. При терапии семвастатином уровень АРОВ также снижается. Кроме того, семвастатин умеренно повышает уровень ЕЛПВП и снижает ТГ плазмы крови. В результате этих изменений уровень общего холестерина ЕЛПНП снижается. Показания к применению первичной гиперхолестеринами, гетерозиготная, семейная и несемейная, гиперхолестеринами или смешанная гиперлипидемия в качестве Дополнение к диете с целью снижения уровня общего холестерина ЕЛПНП, а полипопротеинов ТГ, липопротеинов невысокой плотности для Повышение уровня ЕЛПВП, гомозиготная семейная гиперхолестеринами для снижения повышенного уровня общего холестерина ЕЛПНП как В качестве дополнительного лечения к другой гиполепидемической терапии, например ЕЛПНП и аферезу, так и при ее отсутствии Способ применения дозы Способ применения режим дозирования конкретного препарата зависит от его формы выпуска и других факторов Оптимальный режим дозирования определяет врач Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования Внутрь один раз суд Режим дозирования индивидуальный в зависимости от показаний возраста пациента и клинической ситуации Противопоказания применению Заболевание печени в активной фазе или стойкое повышение активности печеночных трансамена с неясной этиологией умеренной и тяжелой Степень печеночной недостаточности 7 и более баллов по шкале ЧАЛДОПЮ Беременность Период лактации Грудного вскармливания Возраст до 18 лет Непереносимость лактозы Дефицит лактазы Синдром глюкозогалактозной малиабсорбции Сопутствующие лечения сильными Ингибиторами изофермента СИВАПИ 3 и 4 Интракунаолом Китаканазолом Вориканазолом Ингибиторами ВИЧ Протязой препаратами Содержащими кабецистат Сопутствующий Лечение гемфибразилом Циклоспорином Или донозолом С осторожностью При почечной недостаточности Тяжелой степени ККЛТ 30 мл Мин Злоупотребление алкоголем Заболеваниях печени В анамнезе Болезненных ощущений в мышцах Или изменении тонуса Скелетных мышц Неясная этиология Заболеваниях Желчного пузыря Применение у детей Применение противопоказано В возрасте до 18 лет Особые указания При необходимости Назначения пациентам С выраженной почечной недостаточностью ККЛТ 30 мл Мин В дозе более 10,1 мг Суд должен Применяться с осторожностью Применять с осторожностью У пациентов Принимающих алкоголь В больших количествах И или имевших заболевания печени В анамнезе Острые заболевания Печень или необъяснимо устойчивый Высокий уровень активности фермента в печени Являются противопоказаниями К приему данной комбинации За несколько дней до проведения Больших оперативных вмешательств И в раннем Послеоперационном периоде Прием рекомендуется Временно прекратить Симвостатин Симвостатин Как и другие ингибиторы ГМГК Редуктазы Может вызывать миопатию Проявляющуюся мышечными болями Слабостью Утомлением А также повышением уровня КФК Более чем в 10 раз Относительно ВГН Иногда миопатия Принимает форму Рабдомиолиза И может сопровождаться Миоглобинурии Острой почечной Недостаточностью В редких случаях С летальным исходом Риск миопатии Увеличивается За счет повышения Флазмикрови Ингибирующей активности В отношении ГМГК Редуктазы Все пациенты Которые получают Терапию Данной комбинации А также пациенты Которым необходимо Увеличить дозу Должны быть Предупреждены О возможности Возникновения Майпатии Проинформированы О необходимости Незамедлительного Обращения К врачу В случае возникновения Любых Необъяснимых Мышечных болей Болезненности В мышцах И мышечной слабости Большинство случаев Рабдомиолиза На фоне лечения Симвастатином Сочеталось С отягощенным Аномнезом Включая Почечную недостаточность Преимущественно Диабетического Генеза Пациентам С отягощенным Аномнезом Требуется Тщательное наблюдение Во время лечения В начале приема Или увеличения Дозы Может потребоваться Периодический Контроль Уровня КФК Однако Эта мера Не гарантирует Предотвращение Развития Меопатии Лекарственное взаимодействие При применении В комбинации С мощными ингибиторами Сивапьи 3 и 4 Например Сатроконозолом Китоконозолом Эритромицином Кларитромицином Телетромицином Ингибиторами ВИЧ Протязой Нефазодоном Возрастает Риск развития Меопатии Рабдомиолиза При одновременном Применении Данной комбинации Фенофибрата Или гемфибразила Концентрация Из этими Б в плазме Крови Увеличивается В 1 5 и 1 7 раза Соответственно Однако Такое увеличение Не является Клинически Значимым При одновременном Применении С циклоспорином Данозолом Или никотиновой Кислотой Более 1 Грамма Субсомиадороном Или веропамилом Фузидиновой Кислотой Возрастает Риск развития Меопатии Рабдомиолиза У пациентов Получающих Дилтязем И данную комбинацию В дозе 10-8 Меопатии Возрастает Незначительно Клинические Исследования Показали Что риск Меопатии Одинаков У пациентов Принимающих Симвастатин В дозе 40 мг С сопутствующей Терапией Дилтязем Или без нее При комбинированном Применении С калистироменом Среднее значение ИЮСИ Суммарного Изетимеба 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 Глюкуранида Уменьшалось Приблизительно На 55% При комбинированном Применении С калистироменом Нарастающее Снижение ЛПНП Может стать Менее выраженным При одновременном Приеме С антоцидами Незначительно Снижается Уровень Абсорбции Изетимеба При этом Его биодоступность Не меняется Грейпфрутовый сок Содержит Один или более Компонентов Ингибирующих Изофермент Сивапии 3,4 И может повышать Флазмикро Реуровень Веществ Метаболизирующихся Данным Изоферментом Эффект Употребления Сока В небольших Количествах 250 мл В день Минимален Активность Ингибирующая ГМГ Кааридоктазу Возрастает Флазмикро Ре на 13% Как показывает Значение ИЮСИ И не имеет Клинической Значимости Однако Употребление Большого Количества Сока Более 1 литра В день Во время Приема Симфастатина Значительно Увеличивает Флазмикрови Уровень Активности Ингибирующий ГМГ Кааридоктазу Поэтому Следует Избегать Употребления Большого Количества Грейпфруктового Сока И одновременного Приема Лекарственного Средства Субтитры Субтитры Субтитры